и снова всем привет очередное видео дело закончил шиберный узел в этом месте будет прикрываться нержавейкой листиком нержавейки будет прикрываться значит что у нас получилось вот эти отверстия по 29 миллиметров здесь какую-то ручку сделаны открыть сейчас свет зажгу вот они будут открываться и закрываться соответственно если будет установлена пилетная горелка это открытие и обеспечить подачу к пилетам снизу вот там у нас идет подача так вторичного воздуха через тягу идет значит часть воздуха заходит вверх вот сюда идет вверх-вверх по вот этому вот коробу здесь еще один шибер у нас находится сейчас я его найду буду там стучали вот так вставляется шибер немножко плотновато вот соответственно часть это верхняя подача воздуха зачем такое все сделано потому что подразумевается подача уличного воздуха то есть уличный воздух заходить через вот эту трубу уличный здесь будет закрытая напомню и соответственно печка будет питаться только уличным воздухом ну когда здесь закроется и есть еще интересный момент вот это вот пружинка и такая вот заглушка да это третий вариант подачи воздуха вот такая трубка стоит если я здесь сделаю стекло то это будет обдув стекла можно будет сместить так вот и воздух будет попадать в топку вот отсюда обдувать стекло и стекло не будет коптиться то есть у нас идет три подачи это на стекло которое возможно будет это нижняя подача топку вот через эти три дырки и вот это верхняя подача отсюда будет проходить воздух падать вниз придавливать огонь это касаемо воздушного питания эти вещи реализованы в общем-то все остальное тоже собирается потихонечку здесь сейчас стоит на прихватках эти вещи проварю здесь мы пытаемся с папой подогнать колпак ну колпак просто так конечно не подгоняется потому что тут зазоры очень маленькие ну в общем то можно его сейчас забить будет ближайшее время вот проволокой пытались тянуть не получилось поэтому у меня было колечко от баллона колечко разрезал приварил два уголка и болтиком стягиваю таким образом пытаемся поймать какую-то золотую середину сейчас я проварю здесь проварю здесь проварю и дальше уже буду варивать вот этот кусок и сюда сейчас решили вот сюда извиняюсь решили сюда приварить уголки ну под 120 градусов будут приварены уголки чтобы затянуть все-таки крышку на место в общем-то я на финишной прямой сейчас еще немножко потом еще из плана сделать конвекторы сюда я буду делать из алюминиевого профиля посмотрим что получится вот такой вид получается у печки вот так получился перролизный дожих если вторичку закрыть пропадает а если открыть еще один ролик но вот я подогнал насадил у меня где-то резкость насадилась примерно миллиметров на 17 нижняя часть верхнюю зашла сейчас я примерно притянул ну можно сказать почти до конца я боюсь за конца натягивать потому что потом опасаюсь что я смогу снять но времени на это уходит конечно очень много вот эта подгонка сейчас я смогу поварить вот эту часть нижнюю и обратную часть и потом я замерю линейкой сколько мне расстояние в этом секторе здесь и здесь сверху и потом варю сектор и я надеюсь он у меня оденется потом потому что вот это вот подгонка занимает очень много времени и долбежка конкретная но правда я использовал в качестве колечек кусочки баллона хочу еще рассказать небольшой момент про колпак я использовал срезы с баллона и прижимал их вот в этом месте струбциной здесь и здесь приваривал у меня получился очень маленький зазор и в этот зазор там с трудом даже заходит баллон соответственно мне пришлось очень долго отгибать вот эти вот части я их отгибал отгибал чтобы у меня зазор стал хотя бы в полтора раза больше но внутренняя полоса очень плохо отгибается соответственно мне пришлось сделать на ней разрез в одном месте и в другом месте сделать разрез соответственно сейчас мне надо заварить этот разрез ну чтобы было эстетически красиво и чтобы конденсат не капал туда что я могу сделать если я начну варить у меня высок риск того что будет прожих и вытечет и испортится как можно избежать этого можно положить вот так это у меня отрезки алюминия я специально нарезал кусочки алюминия у меня толстого не было такой есть значит я кладу сейчас алюминий и забиваю туда молоток можно два кусочка положить можно 3 и после этого сделать провар все вот я положил если видно да то есть алюминий уже не приварится потому что на нем оксидная пленка и сейчас я вот это место проварю потом алюминий легко выну никаких проблем не будет для заварки таких вот зон проблемных можно использовать прокладку из алюминия вот кстати здесь внутренне у меня был стык сейчас его не видно его заварил здесь был где-то зазор около пяти миллиметров точно также сюда был положен алюминий и после чего была произведена наплавка поверх алюминия алюминий легко потом вынулся но есть кому-то поможет и так я наплавил чистил болгаркой сейчас я забираю потому что тут горячая и вот что у нас получилось попытаюсь показать внутри у нас практически все нормально небольшой кусочек шлака его можно отколоть сейчас я попробую сколоть ничего нет а сверху у нас абсолютно ровная поверхность зачищенная ну таким образом сейчас я сделаю и второй надрезик вот этот ну и второй надрез точно также заплавлен все а вот что получилось на месте первого я наварил сверху полосочку то есть провар где-то до половины идет с точки зрения герметичности этого достаточно но еще раз часы дожгу краска выгорает от отлазит здесь уже почти выгорело рано или поздно выгорит что не выгорит с царапаем труба горячая держаться нельзя заработала печка попробую сверху марио видно из трубы выходит марио сейчас посмотрим печь поближе вот колпак раскаленные видно как горячий воздух с него сходит по температуре у нас от 290 но было 300 но сильно море водит до 260 вместе с еще хочу рассказать немножко про пирометра вот многие пользуются такими пирометрами но немножко не понимает как он работает он измеряет температуру не в точке в лазерной в зависимости от расстояния у него разный диаметр измерение температуры и еще один момент он измеряет правильную температуру только черных матовых поверхностей если же поверхность зеркальная белая светлая то температура уже измеряется некорректно вот я покажу пример вот мы измеряем 180 170 наводим на железо 85 здесь 85 конечно это бред идем чуть ниже 200 200 идем здесь 200 а тут наводим 90 то есть если поверхность блестящая то корректно температура не измеряется сейчас на колпаке у нас около 300 будет 290 250 220 чем ниже ниже температура 120 и то же самое касаемо трубы вот здесь мы можем корректно измерить температуру 100 а вот здесь мы ее уже корректно не можем измерить потому что труба это тоже 100 но пирометр наш показывает 45 но на самом деле 100 градусов точно так же как и здесь только здесь темная матовая поверхность он измеряет ее правильно а здесь блестящая тут же и он измеряет ее неправильно надо помнить и учитывать так что касаемо рубашки здесь у нас 400 было пятьсот десять когда была открыта заслонка в этом месте 300 и тут уже 200 вот тут соответственно 200 здесь наиболее высокая температура на это вот конечно рубашка разогревается то есть воздух который заходит старичка он тоже будет очень эффективно подогреваться сейчас я проведу эксперимент вот у нас сейчас 280 но у нас подача вторички закрыта я сейчас открою вторичку и посмотрю как изменится температура через некоторое время сейчас возьмем паузу и через пару минут я замеряю на колпаке температуру посмотрим помогла ли вторичка поднять температуру на колпаке было 290 300 посмотрим что будет так значит замеряем вторичку вторичка была открытая но стало в принципе те же самые 300 градусов может поднялось там на 10 но это незначительно все все то же самое открыто вторичка закрыта вторичка здесь все одинаково колпак 300 больше не нагревается ну наверное 307 большее что я видел вот и все папа захотел сделать эксперимент такие чурки это ясен скорее всего одну бросил а сверху другую посмотрим как сгорят они не сгорят и за какое время сгорят у нас сейчас 6 часов 4 минуты сейчас я сделаю поменьше задвижку огонек поменьше чтобы гореть и попробуем в длительном режиме проверить зазорчик такой полтора сантиметра здесь подсасывал а там ничего страшного поглядим так 6 часов 4 минуты ну вот я вышел начал смотреть температура упала было 167 сейчас даже 162 вот здесь было практически затухшие и открыл и потихонечку появился огонек то есть когда кладут такие большие дрова нужно здесь открывать подачу воздуха сейчас я возьму здесь мы откроем подачу а это дверь можно будет открыть ну как это так мы видим небольшой огонек по всей видимости оно так и сгорит по чуть-чуть по чуть-чуть и вот это можно открыть сейчас свет включу чтобы как бы на стекло тоже подавалась а здесь а здесь получается там почти ничего не горит просто такой режим тления небольшой огонек там видно то есть горение идет очень медленно ну оставим пока в таком режиме не погасло и то хорошо так смотрим экономичный режим сейчас у нас прошел почти час глупак 102 градуса 103 здесь у нас видно небольшое небольшое горение или или касаемо доски одна доска практически целая сейчас попробую достать снизу начала гореть а то доска почти сгорела вот у нас горела за час получается это только начинает гореть я думаю что она должна сгореть воздух немножко подтягивается отсюда и подтягивается вот из этих дырок идет горение сейчас попробуем посмотреть вот так вот это у нас экономичный режим ну сверху задымило 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 надо закрывать так сверху закрыли теперь здесь огонь видно то доска была нагретая потом кислородика дали сразу задымило значит маловато маловато этих дырок для горения но ничего в экономичном режиме она работает горечка у нас не знаю наверное закрыта была 100 градусов да ровно 100 как бы все